В столице половина шестого. Добрый вечер. С новостями Эльвира Нейманбаева и Виктория Антонишина. Результаты работы земельной комиссии должны быть представлены уже в ближайшее время. Такое поручение Нурсултан Назарбаев дал премьер-министру. Карим Масимов доложил главе государства о социально-экономическом развитии страны. В числе задач, поставленных президентом, не допустить снижение экономических показателей, провести уборку урожая на высоком уровне и подготовиться к осенне-зимнему периоду. Также следует продолжить подготовку к выставке Экспо и зимней универсиаде, которые пройдут в 2017 году. По всем этим вопросам я прошу проработать, чтобы мы в конце августа могли провести расширенные заседания, подвести итоги и наметить, что мы будем делать до конца года. Идет работа с соответствующими министрами, с Акимами. По вашему поручению я сейчас тоже объезжаю области, встречаюсь. И в конечном итоге мы представим вам на доседании правительства сводный доклад по всем вопросам, которые вы сейчас подставили. Другим темам. В Южно-Казахстанской области подозревают в коррупции сотрудников Департамента комитета оплаты медуслуг. По версии следствия, взятки в особо крупном размере брала замруководителя ведомства и один из начальников отдела. Они занимались системными поборами с государственных и частных медучреждений. А за это обещали беспрерывное финансирование и общее покровительство перед проверяющими и контролирующими органами. По материалам дела, общая сумма взяток составила 12 тысяч долларов. В антикоррупционной службе отметили, что руководитель Департамента тоже неоднократно получал незаконные подарки и деньги. Он уже написал заявление об увольнении по собственному желанию. А вот его подчиненным грозит от семи до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также лишение права занимать госдолжности пожизненно. В ходе следствия Колыбекова добровольно были выданы 793 тысяч тенге, которые хранились в ее доме, а также 1000 долларов США от заместителя директора ТО клиника Далмет. При осмотре личных вещей Колыбековой обнаружились еще 500 долларов США, полученные от главного бухгалтера Шенкенской городской поликлиники номер 8 и 300 тысяч тенге от главного бухгалтера клиника Диагностического центра города Туркестан. К новостям в мире. В Бельгии прошел национальный праздник – День присяги короля. В нем приняли участие в три раза меньше человек, чем в предыдущие годы. Люди опасаются терактов и избегают толп. В эти дни в Брюсселе усилили полицейский конвой. Центр города полностью закрыли для автомобильного движения. Также блокировали подъезды к европейскому кварталу, где расположены здания Еврокомиссии, Совета ЕС и Европарламента. По традиции кульминации программы стал военный парад. По площади перед Королевским дворцом прошли свыше тысячи участников. Их безопасность обеспечивали около 400 военнослужащих. Закончился праздник красочным фейерверком. Я думаю, это правильно, что в праздничный день власти усилили меры безопасности в городе. Когда видишь, как по улицам патрулирует полиция, чувствуешь себя защищенным. В Румынии рекордный наплыв туристов. На фоне последних событий в Ницце, Турции, а также на Ближнем Востоке. Это страна райская гавань для желающих отдохнуть. Почему еще это направление стало популярным и с какими проблемами сталкивается туристический сектор в нашем следующем материале. Этот год стал самым благоприятным для туристического сектора Румынии за последние 27 лет. Согласно отчету Министерства финансов, впервые прибыль в отрасли за первое полугодие может превысить миллиард евро. Это рекордный показатель. Местные курорты, растянувшиеся вдоль побережья Черного моря, как никогда популярны среди иностранных туристов. Отдых в Румынии уже почти ничем не уступает другим странам. Конечно, есть над чем поработать, начиная с развлечений и заканчивая сервисом в гостиницах. Но что радует, так это приемлемые цены. Я в первый раз купил путевку в Румынию, где все включено. Вполне вероятно, что я сюда еще вернусь. За последние пять лет число туристических компаний увеличилось на тысячу. Сейчас в стране работает свыше трех тысяч турагентств. Но несмотря на небывалый успех, страна сталкивается и с определенными трудностями. В стране значительно выросли частные инвестиции в туристический бизнес. Однако у нас катастрофически не хватает специально обученного персонала. Тем не менее, сейчас практически каждая туркомпания вкладывает деньги на обучение сотрудников. Румыния инвестировала в туристический бренд страны, и это дало свои результаты. Конечно, есть свои недочеты. Это от неопытности. Учитывая нынешние настроения в мире, наша задача сделать так, чтобы турист захотел вернуться. В этом году мы будем постепенно переходить на международный уровень. Черное море не единственное, ради чего приезжать в Румынию. Большой популярностью среди туристов пользуются настоящие музеи природы. Карпаты и Дельта-Дуная. Жадра Джайзна, Желду Сатагильдиева, 24 КИЗ. Останчане массово скупают сахар. Сезонное подорожание продукта вызвало ажиотаж среди населения. Разобраться в ситуации намерены министр национальной экономики и Аким столицы. Сегодня Куандыка Бешимбаев и Осет Есикешев посетили крупные торговые точки в разных частях города и сравнили цены на социально значимые товары, в том числе и сахар. По данным ведомства, в среднем его розничная стоимость в регионах повысилась на 25,5%. В министерстве обещают реагировать на все обращения о необоснованно завышенных ценах. К тому же проверки уже начало и антимонопольное ведомство. Вместе с тем, Осет Есикешев договорился с Акимами шести областей о поставках овощей, фруктов и круп на ежедневные ярмарки. Вчера, да, мы специально послали всех своих сотрудников тайно на рынки, на все рынки. Но в целом мы видим, что цены не изменились, не успели они изменить, потому что мы знаем. Цены, конечно, прыгают везде. Основной всех беспокоит сейчас цена на сахар, потому что сейчас сезон. Конечно, я гражданам посоветую заранее, в апреле, мае, когда нет ажиотажа, купить по дешевую цене сахар. Все бросаются в последний момент, но, тем не менее, конечно, мы этим вопросом с министром экономики берем на контроль, будем заниматься. Какие механизмы у правительства есть? Есть механизм пороговых цен, то есть, если цены превышают определенный порог, по сахару этот порог цен превышен. Если есть возможность регулировать рынок, то мы можем установить предел цены, и местные органы власти должны уже его потом обеспечивать на всех розничных и оптовых рынках. Соответственно, такой механизм мы изучим. Но если сахар действительно уходит за пределы республики, то есть он экспортируется в рамках евразийского сообщества, то нам останется только одно – садиться с производительными оптовиками, закреплять с ними конкретные объемы, которые нужны для потребности республики, фиксировать с ними социально приемлемую цену, и по этим ценам обеспечивать все крупные оптовые розничные точки. В целом, в столице повысили цены на более чем 20 видов продуктов. Об этом на брифинге СЦК сообщил заместитель Акима Астаны. По словам Андрея Лукина, подорожание основных товаров – хлеба, сахара и масла – связано с ростом цен на сырье. Так, например, основной производитель сахара ТО ЦАСК обосновывает повышение удорожанием стоимости сахара сырца с 350 долларов за тонну до 477 долларов. Зам Акима также объяснил рост цен на плодоволочную продукцию. По словам Лукина, это связано с уменьшением запасов старого урожая и подорожанием продукции нового. Чтобы не допустить дальнейшего роста стоимости основных продуктов, в Акимате создан оперативный штаб, в котором трижды за сутки мониторят цены. Кроме того, в столице созданы дополнительные места для проведения ярмарок. Аким дано поручение и на сегодняшний день проводятся сельскохозяйственные ярмарки и перевели с еженедельного графика на ежедневный. На сегодняшний день мы организовали в столице, осуществляя деятельность, 39 сельскохозяйственных ярмарок, где реализуются продукции 736 тонн примерно по ценам на 10-15% ниже рыночных. Мы согласовали график поставок сельскохозяйственной продукции из регионов нашей республики. И на сегодняшний день мы уже договорились и достигли соглашения с 8 регионами Казахстана. Мы обеспечили так называемый зеленый коридор для своевременного и беспрепятственного прохождения автоколонн сельскохозяйственной продукции на реализацию на ярмарках. В Жамбулской области с начала года на четверть подорожал сахар. Розничная цена на него варьируется от 255 до 280 тенге. Производители также объясняют это повышением стоимости сырья. Его завозят и за рубежа. Сейчас в регионе работают два сахарных завода. С предприятиями заключили договоры. Для поддержания цены Стабфонд приобрел свыше 1700 тонн сладкого продукта. Этих запасов, по словам специалистов, достаточно для обеспечения спроса населения до конца года. Часть уже отправили в сеть коммунальных торговых точек, где потребители смогут купить сахар по 198 тенге за килограмм. Средняя цена на сахар в регионе составляет 245 тенге. По словам самих производителей, основное сырье – сахарный тростник. Завозят из Бразилии. В зависимости от курса доллара складывается и стоимость его поставок. Но в стабилизационном фонде сейчас имеется достаточный запас сахара, который позволит избежать дефицита. Между тем, бахчеводы Мактаральского района Южного Казахстана продолжают удивлять количеством собранного урожая. До середины лета ему удалось вырастить свыше 126 тысяч тонн бахчевых. Арбузы и дыни уже отправляют на рынки соседних стран. О ягодном рае – Катерина Попкова. Такими довольными дехкани Мактаральского района давно не были. Признаются – собирает урожай мечты. Это когда, по их словам, радует и качество, и количество. Со своих полей дехкани Намазбай Куватов уже собрал 500 тонн гигантских полосатых ягод. На очереди дыни. Теперь такой урожайностью тут никого не удивишь, признается мужчина. Спрос быстро породил предложение. Аграрии стали отказываться от других менее прибыльных культур в пользу бахчевых. В основном Москву отправляем. Камазами, вагонами хорошо берут. У нас там дилер есть. Конечно, не только москвичей кормим. Где есть спрос – туда и возим. С начала лета с этих полей собрали продукцию более чем на 7 миллиардов тенге. Дехкани обещают устроить покупателям настоящий ягодный рай. Часть урожая уйдет на свой казахстанский рынок. Остальную отправят в Россию. Урожайность в этом году бахчевая культура очень хорошая и цена тоже очень хорошая. В этом году из бахчевых культур мы отправили в Россию, в Белоруссию 91,5 тонн за границей. Внутри Казахстана отправили более 35 тысяч тонн. Товар на экспорт проходит жесткий контроль даже при упаковке. Дыни и арбузы тщательно сортируют. Кажется, в качестве тут никто и не сомневается. Хотя тотальные проверки бахчевых санитарные врачи уже давно не проводят. Говорят, только если поступит жалоба. Закуп продукции на рынках, магазинах тоже только по разрешению комитета по защите прав потребителей. К нам еще не поступило отравление с нитратами. И экстренное извещение не поступило. Такое сейчас нет. И жалобы не поступило по данному вопросу. Если дыни при норме 90, там 87, 85, даже меньше 40 есть. Остальные бахчевые продукции, например, болгарский перец, лук, это вообще нули идут. Стали ли дыхани добросовестнее, говорить никто не решается. Но поставщики бахчевых по всей области в этом году задумались побить многолетние рекорды. Они хотят собрать 1 миллион 500 тысяч тонн продукции. Темп взят хороший, отмечают в областном управлении сельского хозяйства. Нарушить планы под силу только погоде. Катерина Попкова, Ербулат Абишев, Южно-Казахстанская область, 24КЗ. Далее информация с казахстанской фондовой биржи. Средний взвешенный курс доллара по результатам утренней и дневной сессии составил 341 тенге, 51 тен. В работе рынка участвовали 27 трейдеров. Суммарный объем торгов превысил 164 миллиона долларов. Продолжим. Факельная эстафета «Бек мира» прибыла в семей. Участники международной акции пробежали по центральным улицам. Их ряды пополнили местные спортсмены. Позади у марафонцев более 2000 километров. Впереди Павлодар, Кокшитау и Астана. Завершится эстафета в конце сентября в российской Уфе. В каждом населенном пункте участники передают горящий факел из рук в руки, как символ доброй воли. Первая факельная эстафета прошла почти 30 лет назад. Сейчас ее маршрут пролегает по территории 140 стран. Начали мы 5 человек от города Харгос. Потом присоединились в Алма-Ате, Бишкеке. И вот сейчас нас 12. Но объединяет всех нас здоровый образ жизни и желание мира. Мы сейчас бежим. Мы находимся в отпуске, на каникулах. Мы так проводим свое свободное время. И последнее. На знаменитом бразильском пляже Капакабана в Рио-де-Жанейро торжественно установили символ Олимпиады из мусора. Его вес 63 килограмма. По словам местных властей, скульптуру сделали из перерабатываемых материалов не из экономии, а в экологических целях. В основном сбором мусора занимали студенты и школьники. Отмечу ранее, бразильские власти сообщили, что не смогут снизить уровень загрязнения залива, где будут проходить регаты и соревнования по виндсерфингу. Напомню, игры в Рио пройдут с 5 по 21 августа. Мы использовали материал, который находили на улицах. Утилизация мусора очень важна. Мы сделали эту скульптуру, чтобы показать людям, во что могут превратиться обычные бутылки. На этом пока все. До встречи.